Всем привет! На связи Культурный Центр Порт и это очередной выпуск онлайн-модификации нашего культурно-просветительского проекта «Волшебная гора», во втором сезоне которого мы рассказываем о наиболее интересных и знаковых художниках Сургута и Югры. Сегодня мы общаемся с нашим гостем живьем. У нас в гостях известный сургутский фотохудожник, член Союза фотохудожников России, член фотоклуба «Отражение», автор ряда персональных выставок и куратор ряда коллективных проектов в Порту и на других площадках Алексей Скрипин. Алексей, привет! Здравствуйте! Расскажи, как ты живешь в это непростое время, чем занимаешься и находится ли место творчеству, отражается ли эпидемиологическая ситуация на твоих работах? Нет, никак не отражается. Также продолжаю потихонечку заниматься искусством, насколько это возможно. Ну что, это же дело такое. Не думаешь о каких-то новых возможностях онлайн-проектов, цифровых форматов? Нет, потому что сейчас вот со временем пришел к тому, что когда, вернее, к такой вещи, что сначала нужно что-то доделать, а потом уже думать, что с этим сделать. То есть ты работаешь сейчас над каким-то проектом, который… Да, проектом, да, уже продолжительное время. Хорошо, мы вернемся к этому чуть-чуть попозже. Давай начнем с самого начала. То есть как ты пришел вообще к творчеству? Это было сначала фотографии или сразу какие-то смешения жанров? Ну, да, анализируя уже, отвечая на этот вопрос, как бы вот уже понятно, что в детстве на уроках рисования или изо, они там в школе назывались, да, всегда вот не получалось у меня рисовать, а тут как-то в руки попалась камера, фотоаппарат, и оказывается, что рисовать можно не только кистью, но еще и вот таким образом. Ну, вот так и началось все, пожалуй. То есть изначально была фотография, а потом ты… Да, потом уже, да, я уже понял, что это всего лишь только средство, которым ты воспроизводишь нечто. Потом попробовал другие средства. Получается. Вообще из всех твоих выставочных проектов я, наверное, не могу вспомнить ни одного, связанного прямо с классической фотографией. То есть это либо были какие-то эксперименты в технике, там либо мобильное фото, либо там цианатипия. Возможно, ты его не можешь вспомнить, потому что они, как бы, он был, наверное, один такой по-настоящему. Там была классическая фотография, и он был представлен в городе Порто, в Португалии. Поэтому, наверное, вот так и сложилось. Ну, а почему опять же iPhone Observation, там тоже работа там тоже целиком, это фотография. Ну и потом участвовал во многих выставках, которые сборные, не персональные. Там тоже была, как бы, классическая фотография, да, их там много. Ну, то есть ты ее, как бы, не забрасываешь, а продолжаешь… Ну, сейчас уже, как самурай, да, меч достаешь, когда вот уже все, да. Про iPhone Observation, это был, по-моему, 2013 год, первый год существования Порта, и твоя первая персональная выставка в России, видимо, да? Да, вот открылся Порт как раз, я пришел туда, нашел, по-моему, вот, Сергей был, ты, в кабинете сидели, да, я сказал, привет, ребята, я вот тут на iPhone фотографирую. Ну, и Сергей сказал, говорит, ну, все сейчас сфотографируют. Я говорю, типа, ну, давай посмотрим, кто круче. Посмотрели, получилось, что вот выставку сделали. Ну, то есть это достаточно просто прийти в Порт, сказать, я художник, я, у меня есть проект. Я не знаю, как это получается у других, то я вот и говорю, как вот это было. Все, просто узнал, что открылась там, чья-то выставка уже была. Думаю, ну, вот у меня были уже наработки такие большие, хорошие, с которыми там, ну, художественный музей, наверное, тогда мне было не прийти. Хотя сейчас я, наверное, это могу сделать уже. А тогда нет, ну, пришел, вот так получилось все, да. И, кстати, вот как бы Порт, и я думаю, что он тоже не прогадал, потому что впоследствии эта выставка, она получила продолжение. Не то, что выставка, а сама тема, она как бы до сих пор продолжается. Там проекте уже около 200 фотографий, именно выставочных работ. Вот в 2018 году, по-моему, этот проект получил стипендию от, было отмечено стипендией Министерством культуры Российской Федерации. Вот в последней, в крайней персональной выставке он уже использовался тоже там, ну, видя там инсталляции такой небольшой. Ну, в общем, он живет, да. Ну, и можно сказать, что это вообще был такой проект с мобильным фото еще до того, как это вошло в мейнстрим. Потому что потом начались подобные выставки в других разных творческих пространствах России. Но на 2013 год, вот я как бы, для меня это было в новинку, по крайней мере, может, я был не очень осведомлен, но мне кажется, что... Возможно, возможно, так и было. Я, как бы, честно, за этим не следил, потому что вообще этот проект iPhone Observation, это вот, на мой взгляд, для меня это вот самое, что ни на яси, вот чистейшая природная фотография. Потому что ты не будешь всегда ходить с собой зеркалкой там или чуть более компактным каким-то фотоаппаратом в кармане. Ты вот ходишь, например, на работу утром и вечером по одной и той же улице, туда-сюда, 10 раз прошел, ничего, а на 15-й раз идешь или на 115-й раз, и попадаешь в такое состояние окружающее, в обстановке, которая тебя окружает, своего состояния, там, света, цвета, запахов, что ты просто не можешь пройти мимо. Ну, делаешь снимок, и все, он либо остается, либо ты его потом выкидываешь. Ну, как правило, если ты попал уже в это состояние, то этот снимок останется. А если ты сбегаешь за камерой? Да, я тоже сталкиваюсь часто с такой проблемой. Ну, конечно, там есть, можно на эту тему очень много спорить, что там iPhone делает не очень качественные фотографии. Вообще дело не вот, фотографии. Да. Окей. Следующая твоя выставка тоже была в порту, это были «Монгольские миражи» в январе 2015-го. Расскажи про этот проект, как он родился, и в этом проекте ты начал экспериментировать с цианатипи, или это еще у тебя? Ну, это был первый проект масштабный, в котором я применил эту технику, эксперимент. Я начал немножко раньше. Вообще, эта серия родилась, хотя нет, все-таки, да, iPhone Observation это была первая выставка, да, потом «Монгольские миражи», она годом позже была, потому что это была экспедиция в Монголию, да, сургутских фотографов большая такая, не только как бы в Монголию, там полстраны проехали, сургутом мы там доехали до Иркутска, и с Иркутска уже там на Байкал, с Байкала, на Ламбатор, и с Ламбатора выехали в Монголию, получается, с востока, и на запад, через всю пустыню проехали, выехали там на Алтае, и обратно домой вернулись. Да, это грандиозное было путешествие, путешествие пока, наверное, всей моей жизни, там, захватывающее, как вот, не то что захватывающее, но это просто какая-то нереальная поездка была, что-то какого в ней там не случалось. И результатом этой поездки была вот выставка там «Черно-белые пятна» в пустыне Гоби, которая как раз вот была в Португалии, там тоже была галерея, аналоговые фотографии есть, и они набирают себе выставки на течение года, туда можно подправить заявку, если там понравится, они совершенно бесплатно тебе делают там выставку. Так и получилось, я приехал с Монголии, я снимал там фотографии, там что-то отобрал, параллелам понравилось, выставка прошла, но те фотографии, они не были отражением того, что у меня осталось внутри от этой поездки. И попробовав, вот напечатав одну фотографию в сценотипе, немножко там применив небольшие манипуляции в приготовке, в изготовлении негатива, я как раз получил то изображение, которое в большей степени отражает мои ощущения от этой поездки. Впоследствии же, когда выставка прошла, одна, вторая, на выставке вот в Санкт-Петербурге один из посетителей пришел и сказал мне, Алексей, как точно сценотипия зашла в название и вообще в мотив всего этого, ну и с ним разговариваем, потому что, говорит, я же знал, говорит, об этом, что, говорит, монголы называют свою страну белые облака и синее небо, что как бы отражает прям целиком сценотипия, да, то, что там бело-синяя картинка такая, вот, я этого не знал, но это вот уже потом случилось. Расскажи нашим зрителям немножечко про сам процесс, потому что, может быть, не все знают и кто-то заинтересуется, как это происходит и как это сделано. Художники же разные есть, да, есть трудолюбивые, есть ленивые, есть там какая-то смесь, наверное, разная. Я вот ленивый, а этот процесс, он очень малозатратный, ну, я имею в виду из тех техник ручной печати, то есть он проходит как бы в один раз, то есть техника там, по-моему, 18 века, его там изобрел какой-то физик для того, чтобы чертежи свои копировать, ну, потом художники потихоньку ее к себе подтянули, начали использовать. Ну, все просто, там, бумажку там очистил, на нее негатив под ультрафиолет, и все, напечаток получился, промыл его. Ну, то есть это обычная пленочная съемка и особенности уже печати самих с ними? Да. Ну, почему? Можно сделать цифровое фото, из него сделать негатив, с него напечатать. Что и было сделано, кстати, в этой выставке, я помню, что там фотографии есть, которые сняты на среднеформатную камеру, есть, которые сняты на айфон. Следующий твой проект был «Линии», наверное, да, в художественном музее? В художественном музее, да. Такой монохромный черно-белый интересный проект. Да, но это тоже было такое приключение. Приключение прям такое удавшееся, которое, наверное, открыло мне немножко с другой стороны, и оно, наверное, было основано целиком на доверии. Потому что директор музея знал меня по одному проекту, и вот как-то вот в разговоре с ней, говорю, да много чего-то уже поднакопилось, вот такого-такого хотелось бы вот так вот сделать. Она говорит, делай. Ну вот сделали. Расскажите чуть про общую концепцию. Общая концепция — это… Это, наверное, была первая твоя выставка, которая вообще никак не связана с фотографией. Ну, там все-таки было пять фотографий. Пять фотографий, да, в такой… Как это назвать, наверное… Концепция чего? То, что, ну, как бы, черно-белые линии можно там простыми, там, ровными, прямыми, точками, потому что точка — это тоже линия, да, просто маленькая. Можно рассказать о многом. Вот я вот и попробовал то сделать. Сейчас уже отгладиваясь назад, конечно, уже понимаю, что можно было сделать немножко по-другому, там, лучше. Ну, вот на тот момент это было так. Ну, лично у меня это любимая выставка твоя. Там такие были работы, которые меня прям немножечко так поменяли чуть-чуть восприятие действительности. Вот. Кроме того, что ты делаешь свои выставки, ты выступаешь часто в роли куратора фотопроектов и фотовыставок, которые проходят у нас в Порту. Это и молодые фотохудожники России, различные там фотовыставки клуба «Отражение» и даже выставка «Худшая из худших», которая, в принципе, начиналась с твоей инициативы. Расскажи немножечко про это направление, что интересного было за период работы в этом жанре, и, ну, может быть, про какой-нибудь проект отдельно, если есть что рассказать. Да, ну, это как бы тоже, это делается для чего? Или делалось для чего? Делается для чего? Просто, как бы, чтобы не оставлять в стороне от того интересного, что происходит у нас в России. То, что там, как бы, многие не знают, не видят. Ну, и для себя это тоже общение с новыми людьми. Интересно, ты, например, видишь где-нибудь на просторах там интернета или там интернета, каких-нибудь выставках, ты видишь там человека, потом с ним знакомишься, узнаешь его. Интересно также, чтобы его узнал там при «Наш Гор». Посмотрите, вот есть такой фотограф, есть такие фотографы, занимаются такими интересными вещами, делают такие интересные проекты. Есть какие-то проекты мировые или общероссийские, которые ты хотел бы увидеть в Сургуте? Ну, может быть, сам организовать. Вот в Краевский музей возят ежегодно National Geographic. Мы в порту с тобой делали молодых фотохудожников, что-нибудь, может быть, такое. Может быть, оно достаточно сложно осуществимое в плане масштабности или дороговизны, но чего бы тебе вот хотелось, может быть, ты задашь такой вектор для, может быть, не нас, а кого-нибудь другого в Сургуте? Вот это, да, конечно, интересный вопрос. Мне, конечно, сейчас немножко в тупик поставлено, сразу в голове там все это сейчас забегало. Но вот я и почему-то сразу остановился к тому, что у нас вот была такая отличная тема, которая называлась «Сургутская биеннале». Это был очень большой проект, автором которого был Корченкин Георгий Николаевич. В те хорошие времена, когда он был, он гремел как бы на всю страну. Ну да, и вот если бы его возродить и сделать, как бы, может, в каком-то другом объеме, как бы замешать туда не только фотографии, а еще что-то. Что-то вот такое, что действительно было бы брендом Сургута, как это было тогда, это было бы здорово. А проектов больших много, и их можно посмотреть… В интернете. Сейчас сейчас и по интернету, ездить в живую куда-нибудь, тащить их сюда за какие-то большие деньги в каком-то там урезанном формате. Ну, не знаю. Это… Ну, отчасти согласен. Или там репродукции какие-то вести, вместо того, чтобы там посмотреть не оригинал, ты можешь когда это сделать. Ну… И еще вот к этому, больше к тому, что вот… Чтобы девать, надо больше показывать своих ребят. Их достаточно у нас, им не хватает внимания. Я по себе это знаю. Как бы это не скромно звучало сейчас, но это на самом деле так, их много. Их надо показывать. Ну, мы работаем в этом направлении, поэтому, если что, всегда порт открыт для любых творческих инициатив. Да. Можно прийти вот так вот, как я вот на самом деле, и сказать, что вот у меня есть вот это, давайте это покажем. И если это на самом деле интересно, то это покажут. Пишите нам, мы всегда на связи. Продолжим. Далее, наверное, после «Линии» у тебя начались эксперименты с нефтью, которые, по всей видимости, судя по твоим социальным сетям, продолжаются и сейчас. Да. Это все выльется в какой-то большой проект или… Можешь чуть-чуть приоткрыть завесу? Ну, нет никакой тайны, я работаю. Просто, когда это было, когда это было, это было, наверное, на каком-то… на какой-то выставке большой в Челябинске. Да. На фотофесте. Ну, как-то с фотографами шли там, с большой группой там… Вернее, не очень большой группой. Как-то после открытия выставки общались. И один из фотографов, кстати, мы делали ее… не персональную, а персональную выставку в порту делали ее мужа. Вот. И она говорит, а чего вы в Сургуте снимаете, у вас ни одной фотографии про нефть нету. И как-то во мне это засело, и вот постепенно, постепенно, постепенно… с 2011-го, наверное, такой 14-й, наверное, больше… 14-й, 15-й, наверное, год это был. И вот это выливается в такие работы, где я использую нефть добытую. Ну… Основная идея того, что все нефть. Вокруг нас вот здесь вот все нефть. В той или иной мере. То есть отражение. То есть была такая концепция, что когда я сделал первую работу… Ну, не была она есть, что… Как бы изображение – это есть свет, отраженный от поверхности, от объекта. Если представить, что Сургут возник в том виде, в котором сейчас существует, благодаря нефти. То есть все здание, стул, на котором ты сидишь, я там, камеры, на которой мы там снимаем. Это все, в принципе, в какой-то мере нефтяные деньги, да. И то есть любая фотография, то есть получен отраженный свет, то есть это получен отраженный свет от нефти. Вот отсюда все началось. Интересно. Ну, будем ждать финализирующую экспозицию. А выставка в стерхе от и до – это какой-то некий итог всей твоей работы? Или это просто компиляция всего, что есть на данный момент? Нет, это не итог от и до. От и до – это опять о чем я хотел сказать. Я хотел сказать о том, что фотография, когда ее делаешь, какой-то объект, она начинает жить. Ты ее отпускаешь, да, и вот она какой-то путь идет. Сделал одну, там к ней прибавилось это, к ней прибавилось то, и начинает обрастать вот какими-то вещами. И ты их можешь вместе как-то скантомовать и показать. То есть сначала было вот это, потом выросло вот в это. Сумбурно, но вот это примерно про то. То есть не то, что там от чего начал, чему пришел, а то, что как бы живет. Ну, то есть там была какая-то ретроспектива из каждого проекта по чуть-чуть. Ну, да, там все намешано было. Ты являешься членом фотоклуба «Отражение», такого уже старинного, древнего, именитого. Расскажи о том, как сейчас обстоят дела в фотоклубе, какие перспективы, что происходит. Ну, да, «Отражение» – это, конечно, тоже такой своеобразный бренд сургута. Но как-то брали интервью позапрошлом году, и потом заголовки так написали интересными. Мне так очень понравилось, что «Отражение» – это как обратная сторона Луны. Все знают, что она есть, никто ее не видит. Было очень интересно. Ну, просто как бы наше время, да, сейчас все уже как бы уходит в интернет многое, да, и все эти социальные сети, они ломают то, что было сделано раньше, да, то есть общение больше уходит туда, в сети. И поэтому не то чтобы его нет от рождения, но оно не получает какого-то большого прилива, там, не знаю, может, мы что-то не так делаем, может, еще что-то. Ну, как бы сложился какой-то коллектив определенный, там, из небольшого числа людей, мы там встречаемся, обсуждаем какие-то свои проблемы, обсуждаем то, что творится там в искусстве, и все. То есть это все перестало выливаться в какой-то там целостный творческий продукт, который… Ну, у нас как-то есть какие-то обязательства там перед художественным музеем, у нас там есть с ним того, что мы там будем проводить свои персональные выставки раз в два года, как бы, мы от этого не отказываемся, мы это будем делать. Ну, раньше почему вот фото-клуб отражения там существовало? Потому что раньше информации было мало, и все получали от первоисточника, да, вот он умеет проявлять фотографии, вот где это научиться. Это же надо какой-то журнал выписать еще. А так пришел на фото, какую тебе рассказали, показали, сделать. А сейчас, ну, для чего это молодого человека идти куда-то там, слушать кого-то, когда он там может нагуглить это и все, все эти процессы посмотреть там. Видимо, поэтому все это приходит упадать, потому что… Потому что для людей почему-то становится неважным общение вживое. Хотя это… Для меня это очень важно, потому что в свое время, когда я пошел в фото-клуб отражения, да, там были такие дядьки, там приходишь, там Корченкин сидит, знаешь, там Березнийский сидит, ты ему там фотографии свои показываешь, там как-то так, ну, ничего себе, что там скажешь. Не то, что меня волновало, что они скажут. Волновало, конечно, но общение живое, оно многое давало, потому что даже не то, что тебе кто-то скажет, просто какое-то там даже молчание банальное, да, оно может о многом сказать. Поэтому, видимо, это осталось. Ну, а мне этого не хватает. Давай последний вопрос. Назови трех наиболее интересных фотографов, художников, фотохудожников местных, с которыми нужно зрителю обязательно познакомиться с их творчеством. И по всему миру трех. Трех, трех, трех. Ну, это сейчас вот, конечно, вопрос, конечно, такой, да. В плане сейчас кого-нибудь назовешь, кого-нибудь обидишь, кого-нибудь не обидишь, поэтому я, наверное, не буду говорить. Я назову, наверное, своих любимых фотографов, которые у меня есть, да, для меня вот такой есть авторитет в плане пейзажной фотографии. Это Майкл Кена. Это просто какой-то космос. Он, наверное, человек не с этой планеты. Как можно такое снимать? Просто фантастика. Ну, еще кого могу назвать из фотографов? Торудно сейчас вспомнить. Еще. Ну, давайте вот на нем остановимся. И все, да. Один. Я знаю. Ну, на самом деле их много там. Сейчас начинаешь перечислять. Ну, вне знакового сомнения, это Авидон тоже без него никуда. Его портретные фотографии это просто там. Ну, это я не знаю, кто там еще может с ним сравниться в портретной фотографии. Хотя есть люди, которые снимают портреты там, ну, еще лучше. Много, куча российских фотографов, которые, например, известны очень узкому кругу, но они просто гениальны. Почему они не известны там кругом? Ну, даже в Сургу тут, если окунуться, есть, например, у нас Саша Заика, да? Если даже вот не касая его портретные работы, пейзажные работы, которые очень хороши, но то, что он делает, уже сделал в работе с местным населением, да, с хантами, с этими коммунировками. То есть это не просто какая-то документальная фотография, настоящая художественная фотография. Это огромнейший пласт, который уже абсолютно точно останется. Живем где-нибудь за границей, он был там супер популярным человеком. У нас его знают, ну, единицы. Ты до яда, мы с тобой. Ну, в России там, конечно, тоже там, в Союзе фотохудожников его знают. Там тоже это очень маленькое число. Почему так происходит, не знаю. А у Бузовой, между тем, 10 миллионов там, и сколько у него подписчиков. Ну, это... Ну, что ж, подписывайтесь на Александра Заику, у него, наверное, нет Инстаграма. Наверное, нет, да. Ну, мы прикрепим ссылочку на какой-нибудь ресурс, где можно посмотреть его фотографии. Они часто выставляются в Кровеческом музее. Ну, я думаю, где-то в онлайне тоже их можно найти. Ну, наверняка можно найти, да, наверное, если погуглить. Но постараться придется. Ну, что ж, спасибо. До новых встреч в оффлайне, когда это будет можно. Спасибо, что согласился ответить на вопросы. Вам спасибо. И до новой выставки в порту, я надеюсь. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Спасибо.